Вопрос Алексея Щербу Как вы относитесь к творчеству Егора Летова и Константина Кинчева, в частности, к их лирике? Есть ли в их стихах что-то близкое лично вам? Алексей, к Егору Летову я отношусь очень позитивно. Я даже в своё время как-то помогал выпускать русское поле экспериментов в его книгу. Нравится мне его ход мыслей и стихи. И категорически я была не согласна с великим Артёмом Троицким, когда, не знаю уж почему, но он вдруг довольно негативно отозвался о Егоре. Сказал, что вот его вид, там эти его немытые волосы, там туда-сюда сразу видно, что он не интеллектуал. Всё, он был большим интеллектуалом, умным, начитанным человеком. Знал, что он делает. Совершенно не согласна Ястройским. Ну, может быть, сейчас уже критикой по-другому относится, не знаю. Но у него был такой пассаж в сторону Летова. Конечно, жаль, что так оборвалась его жизнь. И Янку мне жаль, и Егору мне жаль. Ну, что делать? Каждый как бы выбирает свою дорогу сам. И эта дорога иногда способствует тому, что люди уходят раньше, чем хотелось бы. Вот. Так что к Егору, к песням, к стихам отношусь положительно. Константин Кинчев. Очень мне нравится ранний Константин. И книжка у меня есть с его стихами, и «Шестой лесничий», и «Электричество». Вот это всё близко мне там. То, что он пишет. Именно ранний Кинчев. Как-то вот на последних альбомах не очень мне приглянулись его тексты. Но, честно говоря, Костю очень люблю. И я как бы не тот человек, который любит всех громить и критиковать. Творит он, пишет и замечательно. И очень я переживала, когда узнала, что он заболел, что у него был инфаркт. Как-то хотелось бы, чтобы у него со здоровьем всё было хорошо. И чтобы он ещё нас порадовал альбомом. Чтобы вот этот альбом, который они выпустили, не был бы последним. Второй вопрос, честно говоря, он мне уже надоел. Потому что многие спрашивают. И он такой очень, знаете, надуманный, что ли. Несёт ли художник ответственность перед обществом за то, что им создано, должен ли он думать о том, каким образом его произведение будет воспринято. Могу сказать сразу. Почему бы обществу не нести ответственность перед художником? Потому что трагические судьбы наших творческих людей, в частности поэтов, свидетельствуют о том, что общество совершенно не несёт никакой ответственности. Общество может как вознести, так и погубить. И сделать так, как было в случае с Мариной Ивановной Цветаевой. Что человек голодал, писал прекрасные стихи. Да, пусть характер был, как говорится, не сахар. Пусть личность была противоречивая. Противоречивая, но. Мало кто протянул руку помощи, и общество было глубоко наплевать на то, что происходит с этим человеком. Судьба Ахматовой. То судьба многих. И Пастернака, и масса других людей. Относительно того, что должен ли он думать, если художник, который творит, которому необходима свобода для творчества, если он действительно художник, то есть он не шарлатан, не шаромыжник, если он всё время будет думать о том, каким образом его произведение где-то отзовётся. Извините, произведение может отозваться одним образом в голове у того, кто понимает, кто интеллектуально развит, кто способен воспринимать. И может совершенно по-другому отозваться в пустой башке. А твоё произведение может совершенно по-иному зазвучать в голове человека не фанатичного, скажем так, да, не зашоренного, которому дали направление. И он, как Франкенштейн, идёт чётко по этому направлению, как робот. Как можно создавать что-то и думать, «Ах, что скажет княгиня Мария», там, как у Толстого. Мария Андреевна, что ли, я уже не помню. Когда описывается все эти салоны аристократические. Воспринято, может быть, совершенно по-разному. Одна и та же вещь. Вот Булгаков, написал ли он мастера и Маргариту, если бы он думал о том, как это произведение будет воспринято? Оно воспринято совершенно по-разному людьми. И в наше время его пересматривали, даже собирались запрещать. Почему? Общество меняется. Меняются взгляды на то или на иное. Предвидеть это невозможно. Допустим, сейчас принят ряд законов, которые, на мой взгляд, ограничивают деятельность творческих людей. Вот даже пусть это будет неприятно слышать людям религиозно настроенным. Закон об оскорблении чувств верующих. Если человек искренне верит, и вера его тверда, его не может оскорбить ничего в этой жизни. Ни стихи, ни роман, ни песня. Если ты, конечно, шаток в своей вере, то, пожалуйста, тебя может оскорбить любой. Но если художник будет о том, что не дай бог, там какая-то статья такая-то, условно говоря, вдруг я попаду под действием этой статьи, вдруг там, ой, мама дорогая, что будет со мной с моей семьей? И что этот художник сделает? Давайте будем писать такие смешные детские стишки, только не как это Остр делал, допустим, да, чёрные детские стишки. А уж совсем какая-то такая клюква. Есть ли грань в использовании изобразительных средств, которые нельзя переступать? Это смотря, о чём идёт речь. Изобразительные средства. Слова, да, ненормативная лексика. Вот я, например, противник ненормативной лексики, хотя иногда мне самой хочется очень ругнуться, я просто не умею. У нас в семье это не принято, и я не научилась ругаться. Хотя в душе иногда хочется. Шокирующие образы. Алексей, вы имеете в виду использование шокирующих образов. Смотря что, иметь в виду под шокирующим образом. Если вы имеете в виду, допустим, там какую-то выставку, у которой осторожна религия, допустим, была там шокирующий образ Христа, недолжным образом, ну, честно говоря, я бы тоже не стала бы так делать. Потому что, не потому что там это, ах, оскорбление чувств верующих, нет. Я просто с большим сочувствием отношусь к истории Иисуса Христа, и, в общем, ну, есть какие-то вещи, как бы сказать, цветы, что ли, по-человечески. Не надо это трогать. Не потому что это вызовет бурю там фанатизма, как, допустим, прилив случился у некоторых людей, которые сейчас бегали, там, коробки с какашками разбрасывали на красную дорожку в день презентации фильма «Матильда». Ну, зачем так унижать себя? Тем более, что, если фильм слабый, о чём, в общем-то, пишут очень многие, то он как бы сам себя дискредитировал. Ну, ни ходи, ни смотри. Другой разговор, что... Вот мы успели обменяться мнениями с Андреем по этому поводу. Вот я смотрела, недавно случайно переключала программу, сидела вечером, и наткнулась на клип одной женской группы по Муз-ТВ. Почему на это никто не обращает внимания? Почему известному человеку, который продюсирует эту группу, не скажет, слушай, друг, что ты показываешь на экране? Чем-то там твои девицы занимаются. Это просто вот пошлое, непристойно, художественное, никакой ценности не имеет. Да? И это отвратительно. Но запах денег, какая грязь, какая власть, и как приятно в эту грязь упасть, вот как пела группа Ария в своё время. Деньги в данный момент решают любое, любую проблему. То есть это тебе использование изобразительных средств, это тебе использование ненормативной лексики, как у некоторых исполнителей, которые чешутся со сцены, бог знает что, и народ просто валяется в диком восторге. Ну это же грязь. Вот ты валяешься от мата в диком восторге, но я считаю, что ты испачкался в этом навозе. Но нравится, валяйся, будь свинью и дальше. При этом люди, которые это как бы вбрасывают, они прекрасно понимают, что они делают. Они не думают о своей ответственности перед обществом. Они тупо зарабатывают деньги. Так что я не знаю. Конечно, иногда думаешь вот о том, как там твое слово отзовется, да? Имеешь в виду одно, и вдруг получаешь в ответ там, что ах, вот это истолковано, как призыв к самоубийству. Понимаете, все наше, как бы, творчество словесное может быть истолковано как угодно. Кто-то, наоборот, встает, находит себе в силы, встает из инвалидной коляски и идет, да, слышит какие-то наши песни. А кто-то может выйти в окно. Это зависит от психического состояния человека и от того, подо что он заточен, то есть что в нем заложено. Так что я думаю, что если бы у нас было бы более цивилизованное, умное общество, то оно бы больше бы думало бы о творческих людях, и тогда бы художникам не пришлось решать вот эту вечную проблему. Несет ли он ответственность перед общим? Ну, может быть, я немножко путанно говорю, но, в общем, не люблю я этот вопрос. Честно говоря, он меня раздражает, извините, конечно, но все по-честному. Влад Невзуров, который очень любит у меня там на странице ВКонтакте бывать. Привет. Вопрос. Читал ли вообще кто-нибудь из участников группы Кипелов Лондона и Стивена Кинга? Ну, это довольно пренебрежительный, Влад, вопрос. Лондона прекрасно знает и сам Валерий Александрович. Кинга он, правда, не читал, но, слава Молчанов, прочитал все восемь книг и, по-моему, даже два раза. Вот из цикла «Тёмная башня» мы с ним обсуждали и оно, мы с ним обсуждали и то, и сё, и я ему рассказала про «Мерседеса-убийца» и про «Пост с Дан», про последнюю книгу. Замечательно, она мне очень понравилась. Вот, мы с ним очень горячо обсуждаем Стивена Кинга, поэтому я точно вам говорю, что слава читал. Читал ли Голованов, не знаю, на эту тему мы с ним не разговаривали. Харьков Лондона точно читал. За Стивена Кинга сказать ничего не могу, потому что у него так специфическая направленность чтения. Вот, так что не надо так плохо думать о музыкантах, они иногда читают. Многим людям, это второй вопрос, не взорву, интересен вопрос о тексте песен Косова Поля. Говорят, что он предлагался Кипелову, но он его всерьез не воспринял, затем он перешел в группе Амальгама, но потом уже Кипелов заинтересовался им. Не могли ли вы рассказать подробно об этой истории, прояснить ситуацию? Могу рассказать. Ситуация была такая. Был написан текст, этот стихотворение, прочитан Кипелову. Кипелову очень понравилось. Но он сказал, едва ли мы напишем музыку на этот текст. Это очень длительный процесс. Иногда я очень долго пишу тексты на какую-то музыку, а иногда на текст очень долго пишется музыка кем-либо. И Валерий Александрович откровенно сказал, что я, говорит, не думаю, что я напишу. Если у тебя есть, кто это сделает, то, пожалуйста, пусть он пишет. Я попросила написать музыку Влада Ивойлова из группы «Амальгама». Не именно, что он перешел к группе «Амальгама», а конкретно Влада, я говорю, Влад, вот, ему тоже понравилось стихотворение, я говорю, напиши. Если Кипелову подойдет, он его споет. Кипелову эта музыка не подошла. То есть он сказал, что она решена, эта тема, не в том ключе, как ему хотелось бы. И сам принялся за сочинение музыки, сочинял долго, но, на мой взгляд, получилось гораздо удачнее, чем у Влада. Фольковый мотив очень душевный, очень хорошо, то есть очень к месту, скажем так. Хотя он и сочинял где-то два с лишним года, по-моему, Кипелов. Вот ситуация такая. То есть был заказ конкретно сделать песню для Кипелова, музыку написать. Музыка не получилась, Кипелов нашел в себе силы сочинить музыку сам. Вот. Таким образом, вариант группы «Амальгама» остался в стороне. Эту ситуацию можно рассматривать по-разному. Каждый рассказывает ее по-своему. Я вам рассказываю так, как это было на самом деле. Третий вопрос. Стоит ли любителям и поклонникам вашего творчества ждать книги о вас и ваших произведениях? Например, как «Ария», «Маргарита» и т.д. «Ария». Я не знаю, не надо ничего ждать. Будет, будет, не будет, не будет. Не хочу обманывать ничьих ожиданий. Все у меня разложено по папкам, по альбомам. То есть там арийские альбомы, тексты, куча вариантов. «Кипеловские», «Реки времен», «Жить вопреки». Там есть интересные такие моменты. Ну, напишу-напишу. Не напишу, так не напишу. То есть я никаких обязательств не беру перед поклонниками и ничего не обещаю. Неожиданно будет, замечательно. В отношении Белого Ада почему-то никто не задавал никаких вопросов. Видимо, все успокоились, что это по рассказу Джека Лондона. На самом деле, я вам должна сказать, что опять же, не надо привязываться именно к Джеку Лондону. Да, воля к жизни, да, любовь к жизни это расскажет Джека Лондона, любимый рассказ Владимира Ильича Ленина. Кто не знает, ну, а если вы не знаете, кто такой Владимир Ильич Ленин, гугл вам в помощь. Но я должна сказать, что это тема более широкой воли к жизни и здесь не столько Лондон, сколько опять рассказы Кипелова о том, как ему приходится сталкиваться с людьми, как у нас их называют, с ограниченными возможностями, то есть с инвалидами, теми людьми, которые практически лишены радости и движения, да, но которые не сдаются, а у которых есть воля к жизни и которые танцуют в колясках, вот я видела сама это, потрясающе, конечно, которые становятся спортсменами, это вот наши пара олимпийцы, пусть это немножко будет как бы кого-то покоробит, такое объяснение, но мне кажется, что они заслуживают того, чтобы вот эта песня воля к жизни и трактовка и волка, который хочет тебя сожрать, и вот это вот отчаяние, когда ты падаешь в снег и все, уже думаешь, что все, и вдруг чья-то рука, там рука помощи, людской, рука неба, тебя поднимает и заставляет идти дальше через боль, через страх и так далее, то есть еще раз я прошу уважаемых товарищей господ, дам, сеньоров, сеньорит и сеньор смотреть шире, да, и если вам что-то не нравится, не бросаться сразу критиковать и бомбить, прежде чем обрушить поток чего-то на наши головы, я бы советовала бы подумать немножко, оглянуться, может быть посмотреть немножко в будущее, каким ты станешь, что с тобой будет, а может быть вспомнить что-то из того, что вот я сегодня вам говорила или там читала вдруг какой-то вариант, в котором, может быть, было больше сказано, чем в том, что вы услышали, и в общем спасибо всем за вопросы, я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча и что мы с вами уже как бы поняли друг друга и еще поговорим, а в завершение я хочу прочитать вам одну штучку вот замечательная песня «Дыхание последней любви», которую, честно говоря, я не очень, я небольшой фанат этой песни, хотя я все понимаю, вот я нашла такой вариант «Пустыня в тебе свернулась кольцами змеи, все продано в этом мире, так решила ты, то, что всегда блестело, вмиг ушло в песок, ни веры и ни отчаяния не бывает впрок, когда ты поймешь, что солнце светит не тебе, когда сил не будет больше быть ничьей в толпе, когда не излечит время нанесенных ран, ты вспомни, что здесь я рядом, сегодня и вчера, я знаю, как стынут чувства, меркнет белый свет, и то, что звалось любовью, сходит вдруг на нет, я знаю, как стонет нежность, принимая смерть, невыносимо станет, и вспомни обо мне». Ну, вот на такой красивой ноте мы заканчиваем нашу встречу. Субтитры создавал DimaTorzok